Брата Аспанова, студентка пятого курса общего факультета, правильно? Айман, почему решили пойти в медицину? Всем доброе утро! Какая молодец! Начинаем с ветки. Почему? Потому что медицина очень близка ко мне. Она очень... Когда вы это поняли, Айман? Я сразу, вот, в классе 10, когда мне сказали, куда ты поступишь, куда ты хочешь, я сказала медицину. У меня нет родителей, да, у некоторых есть мама, папа или кто-то родители, я сама. А родители для чего занимаются? Они обычно госслужащие. Мне кажется, каждый уважающий себе ребенок, я об этом уже говорила, в детстве мечтает стать врачом. Айман, ты мечтала в детстве стать врачом? Нет, в детстве я мечтала стать учителем. Учителем, да. А ты сейчас врач или практикант? Я сейчас студентка пятого курса факультета общей медицины. А чем конкретно занимаешься? Я совмещаю учебу также с наукой. Я являюсь заместителем председателя студенческого научного общества и занимаюсь в свободное время наукой. Наукой. Вот именно что? Есть какие-то работы? Я также работаю над двумя проектами, финансируемыми проектами. Первый проект — это в университете, который... У нас в университете был конкурс на проектирование студенческих научных работ. И было финансировано 11 проектов на более 20 миллионов. И один из проектов — это наш проект, моя исследовательская группа. Как называется? Это клинические варианты и механизмы формирования метаболического синдрома у жителей города Ак-Тюбе. Так. Вот мы исследовали... Стоп, теперь переведи, пожалуйста, нам, ведущим, на язык крестьянский. Да, бытовой. То есть это мы исследовали пациентов с абдоминальным ожирением и в возрасте от 35 до 149 лет. То есть если фактор риска для развития сердечных заболеваний, эндокринных заболеваний считается 50 лет и старше, то мы хотим исследовать доклинические, то есть развитие этого заболевания, то есть 35-49, то есть поздний репродуктивный возраст. И мы пациентов, у кого есть абдоминальное ожирение, кто не стоит на учете у терапевта, у кардиолога, мы проводим анализы совместно с лабораторией на определение этих факторов, которые влияют на развитие этого заболевания. И мы пока сейчас, да, вот 35-49 возраст, когда нет особо у этих пациентов клинических проявлений этого заболевания, мы хотим его совершить доклинических, то есть на лабораторном уровне. Когда сперва нарушается на лабораторном уровне, то есть изменения каких-то фермеров внешних. Да, пока внешних нет. Мы хотим на этом уровне выявить течение этого заболевания. И, да, профилактику и даже... Айман, прорвемся на небольшую рекламу, а после продолжим беседу с тобой. Да, актуально, очень актуально. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях потрясающая девушка Айман, молодая, перспективная, активная, в будущем медик Айман. Настроение хорошее? Отлично настроение. Давайте продолжим беседу с вами. Расскажите о том, как вы собираетесь устроить свое будущее. Может быть, уже планируете быть каким-то конкретным врачом? Какую-то специализацию уже выбрали для себя? Да, я планирую после пятого курса поступить на врач общепрактику сперва, а далее я планирую, наверное, стать эндокринологом. Скажите, реально учиться в медакадемии, да, например, и параллельно работать? Реально, да, есть у меня знакомые, которые параллельно работают и учатся. Они после занятий идут на дежурство и постараются пораньше отпроситься, чтобы успеть на занятии. Айман, получается, 9 лет сейчас надо учиться в университете медицинском. Не жалко времени, вот честно? Мне нет, не жалко, потому что я, знаете, целеустремленно уже шла к этому. Я уже была готова к этому, стать врачом, и все учатся и 9 лет, и 11 лет. Ну, почему-то говорят низкооплачиваемо, ну, кто как устраивается в жизни. Да, это получается, зависит от самого человека, если он, может, если он себя покажет, какой он хороший, какой он специалист в своем деле, то, я думаю, финансовая сторона уже на второй план. Айман, задумывалась, где хочешь работать? Где? Еще нет, еще не задумываюсь. Да, это вопрос только через 2-3 года у меня будет так. Ну, вот все-таки вопрос времени. Сейчас молодежь стремится заработать побольше, реализовать свои планы. Кто-то открывает бизнес, даже там доставку еды, там какие-то открывает салоны. Кто-то сегодня не позавтракал с утра. Не-не-не, все отлично. Вот. И многие учатся вот как представители медицинского университета очень долго, потому что, ну, врач это, прежде всего, призвание. Расскажи, вот, пожалуйста, по времени не жалеешь? Я нет, не жалею. Ну, у меня, я обучаюсь на гранте, у меня есть стипендии, да. А также провожу научный проект, который финансируем. Тоже мне есть. Стипендий хватает? Стипендий мне, ну, хватает так, чтобы оплатить там квартиру, допустим. Но ты не работаешь, только все время посвящаешь учебу. Нет, только науке, да. Я в учебе и в науке. Вот вы выиграли грант по поводу научных действий, вашей научной работы. Вот по завершению, когда вы это все сделаете, что вам обещают? Обещают. У нас есть, будет конкретные результаты. Мы можем получить патент, допустим, да, авторское право на свое исследование, да. Мы стремимся к этому, да, по окончанию результатов дальше. Ну, я думаю, продолжу этот проект. Еще раз подам на конкурсы и получить также еще финансирование. Если я не получу, то есть куча в республиканской области конкурсов, где можно подать свою работу, да, начать новую, да, какую-то исследовательскую другую работу по другой теме. И также получить финансирование. Это дополнительная, как бы, вторичная, как бы, зарплата, да, как говорится. Вот. Айман, а сколько человек в вашей научной обществе? Общественной обществе. У нас, так, основной штат, это совет студенческого научного общества, где-то 15-16 человек. Это вы, получается, после учебы все собираетесь, или у вас есть определенный, каждый день или определенный? Нет, у нас есть определенный, ну, не определенный, есть, когда возникает вопрос, или собраться нужно по какому-то определенному вопросу, или подготовка к какому-то мероприятию. И мы проводим заседания студенческого научного общества совместно с советом и с кружковцами студенческих научных кружков. Помимо научной деятельности, обучения медицине, чем вы еще занимаетесь? А, так, дополнительно, еще я занимаюсь... А, ничем я не занимаюсь. А, ничем, да. Я, кажется, только отдыхаю, да. Вот так, дружба, дружба, гуляю. Дружба с сокурсниками, то есть вы ходите куда-то, гуляете. Да, да, совместно, там, встречи с друзьями, с одноклассниками, мне часто сюда приезжают. Я училась и родилась в Уральске, и они... Бывал в этом городе, у меня было выступление, да, потрясающее. Мне понравились люди, они очень добрые там. Вот, езжу домой. Как часто? Где-то раз в месяц, раз в два месяца стараюсь на выходных вырваться домой. А реакция твоих друзей, вот все-таки наш менталитет Ак-Тюбе отличается от Уральска. Может быть, со мной сейчас кто-то поспорит, но еще раз говорю, что-то есть в своем городе свое в Уральске, что-то есть свое в Ак-Тюбе. Вот скажи, друзья, они говорят, Тайман, ну почему ты решила стать медиком? Можно было выучиться на нефтяника, бухгалтера, там... Считать деньги. Да, считать деньги, экономиста. Почему медик? Да, они задают, потому что я раньше тоже думала, перед... Как-то был момент, когда я хотела стать бухгалтером, да, любила математику еще, да, но пошла в медицину, да. Вначале они в восторге были в медицину, у нас же в Уральске нету медицинского вуза, есть колледж только. А чтобы поступить в вуз, у них опять надо после колледжа, на первый курс в вуз, да, допустим, поступать. Одни вначале говорили, да, круто, круто, а потом прошло два года, три года, ты до сих пор там учишься. Мы их четвертый курс уже закончили, а мне еще пять лет учиться. Они говорят, ууу, наши уже можно уже, вторую профессию мы уже выбираем, а ты до сих пор учишься. Вы не жалеете меня? Я нет, не жалею, ни в коем случае не жалею. Вот твое мнение, каким должен быть настоящий врач? Каким должен быть настоящий? Он должен быть очень добрым, отзывчивым, гуманным, всегда говорится, помочь пациенту, должен быть, он должен быть знать свою работу, свою профессию во всех ее сферах. Не только свою, он должен еще знать все, любые неотложенные состояния, потому что врач, он должен быть оказать любую неотложенную помощь в любом месте, любому человеку. Поэтому он должен быть очень умным, очень образовательным, добросовестным и честным должен быть. Вот сейчас мы в эфире говорим о молодежи, как молодежь реализует свои планы, как она учится. Вот вы явный представитель того поколения, которое учит и стремится к будущему, к светлому будущему. Но есть и другая сторона. Многие люди, врачей, очень часто критикуют. Неправильно задали вопрос, неправильно отнеслись к пациенту, о чем мы говорим, этический диагноз, неверно. Как ты считаешь, это ни в коем случае не камень в чей-то огород, чего современной медицине не хватает? — Думаю, это в основном проблема самого врача или самого студента, который… Есть некоторые моменты, которые он недоучил, допустим, недоработал себе. Если к нему есть какие-то, видимо, претензии, он должен обработать эти вопросы, эти проблемы и выработать у себя те такие качества, чтобы этих проблем не было. Он должен работать над собой, чтобы этого не было. — Но вы все равно проходите практику в БСМП, в других клиниках. Наблюдаете за другими вот маэтерами? Как они себя ведут? Ведь врач — это человек, который должен дарить свою энергию людям, которым необходимо. — Есть те, на кого хотелось бы походить, на кого быть похожими? — Да, у нас есть очень много талантливых, умных преподавателей, те же и врачи. Есть по ним. Они вот те врачи, которые… Я даже о них особо не слышала таких, как вы говорите, беседы со стороны, что плохого врача или где-то некомпетентно, халатен. Вот я беру себе образцом преподавателей, которые хорошо преподают, хорошо ведут врачи. — Кого конкретно? Не в обиду других. — Галочку, галочку. Заработайте, передайте привет. — Да. Ну, например, допустим, мой научный руководитель. Это Арнгазин Рейсабд Шапарн, которым я являюсь. Она работает на кафедре внутренней болезни номер один. Она же мой научный руководитель уже через двух лет. И она очень успевает так же и работать уже, и наукой так же заниматься, и везде успевать. И я у неё хочу вот это выработать тоже такую энергию у неё, как у неё. — Часто встречаются такие ситуации, когда вот, да, учился-учился на медика, 9 лет потрачено за спиной, образование, всё, а врачом в итоге не стал. — Есть такие, да, студенты, которые не смогли реализоваться в этом медицине, да. — Или потому что поняли, что это не их, вот это обидно, наверное. — Да, да, есть, но зато они, то, что обучились, они в своей жизни могут применить вот эти, которые навык у нас обучили за 5 лет, за 7 лет. Они за эту жизнь могут. — Айма, ты молодец. Что мы можем в завершении беседы пожелать тебе? — Чтобы мы узнали о тебе больше. — Хорошо. — Чтобы о тебе знал весь мир, как о научном представителе, как о профессионале своего дела. — Да, спасайте людей, спасайте людей, помогайте людям, да. Будьте добрее вы, дорогие телезрители. Айман, спасибо большое. — Всех благ, Уральску привет. Друзья, мы продолжим наш утренний эфир, совсем скоро выпуск городских и мировых новостей, а мы с Машей готовы сообщить вам наши координаты. — Да-да-да, 222-333, телефон прямого эфира, скоро, скоро состоится розыгрыш подарков. Подарков много сегодня, будем разыгрывать с удовольствием, дарить вам улыбку и позитив.